Именно осенью труднее всего сохранить свое здоровье и защититься от болезней. Во-первых, пора смириться с тем, что лето уже позади. Нужно доставать свитера, шарфы и шапки. По мнению специалистов, перемена погоды влияет на снижение иммунитета, а в дальнейшем способствует появлению симптомов простудных заболеваний. Осенний ветер и температура ниже нуля беспощадны к тем, кто одет не по погоде. Осенью снижается температура, но она не становится достаточно низкой, как в зимнее время, и поэтому она достаточно комфортная, к сожалению, для бактерий и вирусов, а вот для человека она менее комфортная. Это первый момент. Мы действительно не можем достаточно хорошо угадать, допустим, как одеться. Кроме того, мы сейчас в основном ездим, передвигаемся в общественном транспорте или в личном транспорте. То есть сначала находимся в тепле, потом выходим на улицу, идет перепад температур. Это все снижает иммунитет. Рискуют заболеть простудными заболеваниями люди, у которых есть хронические недуги, так как у них уже снижен иммунитет. Как правило, в группе риска пожилые люди и дети. Самая распространенная причина хвори – вирусные инфекции верхних дыхательных путей. Ими заразиться не составит труда, передаются инфекции воздушно-капельным путем. Выделяется одна группа заболеваний, которую мы называем вирус гриппа. Они могут быть разные. Вирусов я не буду сейчас перечислять все. Мы знаем, что каждый год немножечко разные штаммы вирусов гриппа циркулируют. Значит, это гриппозная инфекция и это остальные вирусные инфекции респираторные. Ну, вот если это, к сожалению, наиболее тяжелый, да, вирус гриппа, как правило, мы боимся его осложнения, чаще дает осложнение, чем другие группы вирусных инфекций, то может у человека начинаться с общего недомогания, ломота, боль в костях, общее такое утомление, боль в мышцах, высокая температура тела, сухость в носу, горле, слезотечение. То есть признаки общей интоксикации. По способствовать заболеваниям могут вредные привычки. Кто-то курит, кто-то увлекается алкоголем, многие ведут пассивный образ жизни. От недостатка движения слабеют мышцы и сосуды, повышается утомляемость и болезням легче побороть иммунитет. Чтобы не заболеть осенью и зимой, нужно следовать нехитрым правилам. Что делать, чтобы не заболеть? Правильно питаться, не переохлаждаться, не употреблять алкоголь и наркотики. Естественно, горячий чай с медом, чеснок, лук и прочее. Только так мы защищаемся. Одеваться по погоде, закаляться, спортом заниматься, питание правильное должно быть. А в Крыму у нас чудесная погода, климат хороший. Так что надеюсь, что мы переживем этот сезон. Заниматься спортом, поддерживать себя и не болеть, как бабушка учила. Лимон, чеснок, обтирание холодное очень тоже эффективно помогает. Ну и также акселиновая масса. Меры, чтобы не заболеть? Хорошее настроение. За неделю в Крыму простудные заболевания зафиксированы у 7 тысяч человек. Врачи напоминают о мерах профилактики. Употребление в пищу чеснока, чая с лимоном и малины, гигиена рук и лица, а также прививки и закаливания. Стоит отметить, специалисты рекомендуют не злоупотреблять чесноком и луком. Вещества, которые содержатся в них, раздражают желудочно-кишечный тракт. Поэтому у кого гастрита и язва желудка, чеснок в большом количестве противопоказан. А вот продукты, содержащие витамины группы D, глюкозу, магний, трептофон, жирная кислота омега-3 и витамины группы B помогут укрепить здоровье. Если мы говорим о гриппе, то уже неоднократно звучит у нас. И всех приглашают прививаться в поликлиниках бесплатно от других видов вирусных инфекций. Ну что, если начинается уже такое достаточно массовое заболевание, нужно 10 раз подумать, прежде чем посещать общественные мероприятия. То есть отложить, может быть, посещение концерта, театра и так далее. Это номер один. Теперь я уже говорила о мытье рук. То есть если погода установится и будет прохладная, но хорошая, комфортная погода, то людям надо меньше пользоваться общественным транспортом. Но все же, если принято все меры, но вирусы добрались до организма, первым делом нужно остаться дома, чтобы не заражать окружающих, вызвать врача и следовать его рекомендациям. Самолечение не приветствуется. Мэри Бадун, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.